Вот сейчас формируется сегодняшний день. Вот пока мы с тобой говорим, почесывая репу, товарищи из разных центров думают, что делать, где уступить Азербайджану и где пройдет красная линия на данный момент пока что, где они не будут уступать Азербайджану. Но стратегически, я к чему веду, это тактические ходы. Стратегически им нечем крыть. Это территория Азербайджана. Я извиняюсь, это моя квартира. У меня там есть купчая. И все мировое сообщество знает, что это моя квартира. Я обязан использовать все ее ресурсы. Кто бы в этой квартире не жил, на каких правах он там появился, без моего ведома, он рано или поздно уйдет. Потому что и сила права на моей стороне, и вообще сила на моей стороне. Вот в этой патовой ситуации, я думаю, что 2023 год, он станет годом, как бы это сказать, начнут проявляться конкретные элементы того устройства региона, которое было заложено после войны 2020 года. То есть, если мы после 2020 года проговаривали о том, какие транзитные возможности открываются, каков может быть мир с Арменией, и как будут интегрироваться карабахские армяне, если захотят и останутся в азербайджанское пространство. Вот эти все как? Ответы на эти вопросы мы, наверное, будем находить в следующем году. Если говорить в контексте нашего региона, это одно. Если говорить в контексте конфликта с армянской стороной, то есть это два основных момента, которые нас интересуют. В контексте региона максимально усиливать взаимодействие союзнического уровня между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Что бы там в Турции ни было, эта константа не изменится. Отношение, кто бы там ни избрался, отношение к Грузии и Азербайджану не изменится. То есть, в этом направлении просто нужно реалполитик сделать так, чтобы даже новые власти Турции, кто бы они ни были, они вынуждены будут исходить из новой ситуации. И Азербайджан имеет неплохой опыт именно такого, как бы это выразить, такого формирования двусторонних отношений, когда любые турецкие власти по-хорошему учитывают реалии. То есть, зачем? А по-другому не бывает. Это одно. Что касается армяно-азербайджанского конфликта, то тут сложность состоит в том, что я понимаю Пашиняма. Я понимаю, что есть угрозы вплоть до физического его устранения. То есть, он нормальный, как любой человек, наверное, это все учитывает. Здесь есть несколько элементов, на которые я смотрю косо. Во-первых, давай вспомним основными застрельщиками конфликта, кроме внешних игроков, о которых мы сказали. Там Франция, Россия и так далее, и ряд стран Запада тоже. Калифорнию не забываем, Блейнделл и так далее. Есть армянская диаспора, но главным есть политические партии, которые террор осуществляли. Но главным является армянская церковь. Идеологическим центром, откуда вдохновляется вся конфликтность с нами, это армянская церковь. А после 2020 года она, как я не раз уже говорил, долго молчит. Она молчала, молчала и буквально недавно, если ты помнишь, обращение католикоса армян. Мы, с сожалению, это выслушали, где он фактически призвал армянский народ к консолидации и подготовке к новой войне. У меня возникает вопрос. Политическая власть в Армении, это премьер-министр и все соответствующие структуры, об этом не говорят. Они говорят о том, что нужно находить мирный формат. Идти, ну, понятные условия, но о том, чтобы призывать к войне, интересно создается ситуация, а ссылает на что, на какую юридическую базу католикос всех армян призывает всех армян, не только армянских жителей. Это касается не только карабахских армян, не только жителей Армении, это касается всех армян в мире, консолидироваться для войны, борьбы с Азербайджаном и Турцией. Есть ли ресурс у армянской церкви потянуть все это? Кто ее вдохновляет? Вот это та точка, на которую Азербайджан, Турция и партнеры вынуждены будут прилагать максимальные усилия. Вынудить этот центр, который вовсе не религиозный, а чисто политический, как мы понимаем. Особенно учитывая то, что никакой реакции политической власти в Армении на это заявление католикоса не было. Ты представляешь, просто у нас светское государство, если бы у нас кто-нибудь из религиозных деятелей вообще подумать посмел бы, выступать с подобного рода политическими лозунгами, как говорят в недемократическом Азербайджане. Представляешь, что бы с ним сделали вообще? А как это в демократической Армении у нее религиозный лидер призывает прямому религиозному столкновению, национальному столкновению между двумя народами Южного Кавказа? В контексте всего этого я считаю максимально важным выдавить из этого центра всю желчь, понять на какие ресурсы, на кого он опирается и что он может сделать. То, что они сделали в прошлый раз, мы помним, после заявления тогдашнего католикоса обращения армян в 88-м году, что началось в нашем регионе, да? Такие внешние силы, террористические организации и так далее начали, разожгли конфликт в Карабахе. И что, сейчас этот религиозный центр думает, что он сможет заново повторить то, что сделал в 88-м году? Я думаю, что это мое личное мнение. Есть инструментарий пока что мягкий принудить этот религиозный центр одуматься и сесть за переговоры хотя бы с представителями религиозных общин Азербайджана. Я пока мягкий. То есть, это тот коридор, где можно обсудить спасение армянской государственности на Южном Кавказе. Я не шучу. То есть, вот это заявление, которое вот так зашло и вышло, в прессе особо его не обсуждали. Заявление ЧМИАДЗИНО. Это прямое. Буквально на фоне экологического пикета, на десятый где-то день, когда российские миротворцы отодвинули свои, убрали свои вот эти палатки, почему-то вдруг стряпенулся ЧМИАДЗИНО. Вот этот момент меня настораживает. И я считаю, что пока мы не проговорим, пока армянская сторона в лице ЧМИАДЗИНО не проговорит, что она хочет, говорить о реальных результатах мирных переговоров между Азербайджанами и Арменией, к сожалению, не приходится. Продолжение следует...